господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 108 начитываем новый завет с толкованием блаженного фифилакта и с нашими комментариями этот у нас вышел трехтомник я кое-что по нему покажу пока закладками его как правильно показать вот он как выглядит и что здесь необычно в этом издании некоторые еще даже поверить не могут впервые за две тысячи лет не за два дня за две тысячи лет толкования но он завете вышла полностью с откровением с откровением никогда нигде не выпускали она все отдельно шло господь позволил чтобы эти картины гостегра гравю и гестава даре 180 уже пять лет назад было нарисован даже 160 190 да и раскрасили в полный лист это 230 иллюстрации говорят а как же так а тоже а гравюра ну что мы ни одной черточки никуда не дели все видно вот небо вот она вот видно даже как он а он бы хотел святые конечно никто этого не знал и невозможно было итак вперед евреям 2 1 посему мы должны быть особенно внимательны к слышенному чтобы не отпасть толкование так как говорит настолько велико превосходство говорившего нам сына перед пророками и ангелами служителями ветхого завета сказанному им должно внимать больше чем закону но прямо он не сказал этого чтобы не поразить их в начале он предоставил им делать заключение об этом на из последующего вот сказать должны быть особенно внимательны к слышенному не отпасть но если не слышали спрятали закон божий а чего отпасть то даже состояние отпадшего в россии не было культивировано задача стояла слова божия не надо вот там кто-то в гору в гору зарылся пещерное принесли христианство то лопаты привезли сундуки сладаном а евангелие не привезли но первые слага не писали на коре да все бары березы можно было ободрать и написать и составить и научились бы переплетать а вакуум как-то догадывался это топорище продолбить сидеть надо и в него положить послание запечатать и привезут в россии не поймают здесь никто не преследовал это просто то мы получили что был должен особенно внимательно и вопроса возникал или нет или никто не считал только этим можно спастись не просто внимательно особенно особенно мне это напоминает книга иисуса новина первая в глава чтобы книга седа не отходит от уст твоих и дальше поискать дабы в точности исполнить слово в точности говорит до последней буковки и так так говорит это не сравнивая ветхий завет с новым нет напротив мнения тех которые с большой славой отзываются ветхом завете и пренебрегают новым чтобы не отпасть то есть чтобы нам не погибнуть выражение заимствовал из притчей сын мой говорит премудрый не упускай притчи 321 выражая и легкость отпадения и тяжесть погибели ибо отпадшие трудно восстановить евреям 2 2 ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние толкование вот он открывает свое желание под словом сказанным через ангелов нужно разуметь или десять заповедей ибо справедливо что тогда присутствовали ангелы которым верен был еврейский народ они производили трубные звуки огонь мрак и прочее как говорится послание галатам преподан через ангелов галатам 3 19 и в другом месте которые приняли закон прислужение ангелов деяния 7 35 или под словом должно разуметь все повеления в завете преподанные через ангелов как например на месте плача время судей при самсоне везде ни одно толкование несколько или это 10 только заповедей на скрижале или весь ветхий завет то есть то и другое приемница спорить не о чем и так она говорится для спасения нам написано поэтому не сказал закон но слово чтобы обозначить это и так все это твердо то есть было истина и угрозы приведены в исполнение и ничего из этого не пропало не так чтобы одно получило а другое нет но всякое и ничто не осталось не наказано наказание называют воздаянием и хотя это слово потребляется в хорошем смысле но апостол не заботится о выражениях евреям 2 3 то как мы избежим вознеродев от оликов спасения которое быв сначала проповедано господом в нас утвердилась слышавшими от него толкование там слово здесь спасение как надо точно разбирать там слово а здесь названо спасение и апостол не заботится о выражениях вот подыскивается везде много знают а исполнять нету если там было спасение то невеликое избавлялись от неприятелей и получали земные блага здесь же далеко больше поэтому сказал от аликам ибо разрушение смерти погибель демонов царство небесное все это приходит вам по слову сына придавая достоверность своим словам говорит что спасение это возвещено не через пророков или ангелов но самого владыки всех от самого источника от самого источника получила начало затем распространилась и среди нас истинно и верно через самовидцев слова и слуг об этом лука говорит 1 2 они твердо наставили нас как же в другом месте апостол говорит не от людей слышал галатам 1 12 потому что там важно и необходимо было настоять на мысли что он не учился у людей ибо его осуждали что он не слышал господа и потому он подвергался опасности что его проповедь не будет иметь веры со стороны его учеников а теперь нет такой нужды в этом ибо не евреям он проповедовал не у них и осуждали его что он учился у и у людей а не у христа евреям 24 при засвидетельствование от бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием духа святого по его воле толкование показывает что он принял это не от людей от бога сказал утвердилась показывает как чтобы кто-нибудь не сказал что слышавшие ошиблись говорит бог свидетельствовал вместе с ними он не свидетельствовал бы если бы они сами измыслили что-нибудь свидетельствуют говорит они вместе с ними свидетельствует и бог не голосом а знамением и чудесами которые подтверждали то что они говорили поэтому мы верим богу а не людям выражая обилие дарований сказал различными так как и чародеи совершать многие знамения поэтому сказал силами те знамения не силы а бессилие вымысел и пустые призраки ибо знамение чародеев не от духа святого а обмануть нечистых демонов дает при этом понять и нечто другое вероятно там было немного людей имевших духовное дарование которые оскудили потому что верующие были менее ревностны поэтому чтобы утешить их в этом говорит что раздаяние духа происходит по его воле бога он знает что каждому полезно и таким образом разделяет благодать часто кто-нибудь не получает дарований за нечистую жизнь часто не получает дарований человек чистой жизни чтобы не возгордился поэтому то они и были сообщаемы более людям смиренным и простым евреям 25 ибо не ангелом бог покорил будущую вселенную о которой говорим толкование показывая еще превосходство сына перед ангелами говорит что не и покорил бог вселенную то есть этот мир но сыну называет его ее будущее потому что сын божий был всегда она должна быть явиться поэтому потому что прежде очевидно не существовало посему в отношении к вечному существованию сына вселенная и была грядущей то есть о вселенной которые сказали выше когда вводит первородного во вселенную евреям 16 посему да не ищет твой ум заблуждающийся другой вселенной некоторые под будущей вселенной разумели будущий мир об этом мире говорит у нас вся речь тогда ангелы перестанут как слуги а сын воссядет как судья евреям 268 напротив некто негде засвидетельствовал говоря что значит человек что ты помнишь его или сын человеческий что ты посещаешь его немного ты унизил его пред ангелами славой и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих все покорил под ноги его когда же покорил ему все то не оставил ничего не покоренным ему ныне же еще не видим чтобы все было ему покорено толкование не называет имени сказанного так как говорит с людьми сведущими в писаниях все это сказано о человечестве вообще преимущественно же однако может относиться ко христу по плоти ибо он сын божий посетил ничтожное человеческое естество и восприняв его и соединив собой садился превыше всех так как они подвергались преследованиям и страдали то чтобы не сказали как ты говоришь что все покорено когда мы мы подвергаемся изгнанию и преследование со стороны его врагов значит они еще не покорены и ты обольщаешь нас поэтому говорит не смущайся и не молодушествуй все будет покорено ему и писание сказано покорил то что несомненно произойдет хотя еще и не произошло названо как совершившееся и так не скорби что ты перетерпеваешь бедствие еще не всех победила проповедь еще не настало время совершенного покорения однако несомненно они покорятся евреям 2 9 но видим что за претерпение смерти увенчали славою и честью увенчан славой и честью иисус который немного был унижен предангелами дабы ему по благодати божией вкусить смерть за всех толкования старается показать что сказанное относится ко христу и говорит хотя выражение все покорил казалось бы только относится к нему однако мы показали что и это несомненно исполнится но быть мало чем умоленным сравнительно с ангелами более относится к нему чем к нам ибо он пробовав три дня в уаде как человек немного умолен предангелами так как они совершенно непричастны к смерти а мы надолго подвержены этой линии не немного но совсем много умолены в сравнении с ними и быть увенчанными славой и честью за страдания относится более к нему чем к нам сказав за претерпение смерти апостол обозначил истинную смерть невоображение смерти то было действительно страдание напомнило кресте и смерти чтобы убедить их мужественно переносить несчастье взирая на учителя но крест говорит делался для него славой и честью посему и для нас должны быть славой и честью ваши несчастья и страдания и так зачем вам избегать того что венчает вас он пострадал за тебя раба ты ли не принесешь страдания за него господа не по долгу а по благодати бог отдал нам сына своего на смерть и не за неверующих и за не и не за верующих только но за весь мир хотя они все спаслись но он исполнил свой долг прекрасно сказал вкусить небо действительно как бы вкусивший так как малое время оставался в смерти он тотчас воскрес и в этом отношении он следовательно лучше ангелов потому что явился выше смерти подобно тому как врач виде больного опасающегося принять приготовленные для него лекарства прежде сам отведывает их чтобы убедить больного решиться на принятие их так и господь видя нас боящихся смерти сам вкусил ее хотя и не имел в том нужды он не подлежал смерти но все сделал по благодати чтобы показать ее ничтожество и убедить нас смело идти на смерть не старе они искажи описание говорят кроме бога он вкусил ее за всех чтобы отстоять мысль что с распятым христом не было божественности так как она не была соединена с ним лично а по состоянию один православный осмеивая бессмыслицу их сказал пусть писание имеет такой смысл как говорите вы и в таком случае сказанное говорит за нас ибо кроме бога господь умер за всех и за самых ангелов чтобы разрушить вражду их против нас и снискать им радость комментарий гнати лапкина когда ныне рассказывают о своем обращении православное то невозможно найти не начала их пути во христе и как красочно описывает свое обращение к встречу со христом апостол павел как непередаваемо захватывающие воспоминания тех кто лично сам пережил встречу со христом как изменилась его жизнь как внезапно такой человек отвращается навсегда от греха и пороков в которых он утопал если бы православные знали священное писание в толковании святых отцов то сколько было бы рассказов в воспоминании о встрече истинно православных с сектантами и еретиками и в каждом таком рассказе встречалась бы фраза один православный осмеивая бессмыслицу их сказал пусть писание имеет такой смысл как говорите вы и в таком случае сказанное говорит за нас а сегодня как бледно немощно смешно выглядят православные и их доводы о правоте их веры когда они беседуют с внешними с безбожниками и еретиками люди не церковные осмеивают бессмыслицу православных доводов и как говорит афанасий александрийский именно из-за таких вера православная в поругании и главная вина за это поругание и осмеяние православной веры падает на священников которые сами не исследуют писание и пасту свою научили только целовать крышку евангелия искать внешнего и соблюдать обряды никогда не простят этого то что я говорю евреям 2 10 ибо надлежало чтобы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынок в славу вождя спасение их совершил через страдание толкование то есть отцу от него все то есть он виновник всего смотри выражение от которого отнесено к отцу если бы это было унизительно и приличествовало только сыну оно не прилагалось бы от отцу пойми же что означает выражение от которого так как сказал для по славянски ради которого все то чтобы кто-нибудь не подумал что либо нелепое именно что он нуждается во всем ибо предлог для имеет такое значение как например если скажем ради по причине человека создана тварь то апостол прибавил выражение от которого объясняя что для ради которого нужно понимать также как через него то есть что от него произошло все поэтому когда говорится и о сыне от которого принимает а вместо от него это имеет связь с предыдущим славою и честью венчал смысл слов такой отец поступил достойно своего человеколюбия что первородного из всех сынов имеющих насладиться славой его явил славнейшим из всех через страдания чтобы показать и прочим как должно переносить страдания вождя спасения то есть виновника смотри какое различие между им и нами хотя у и он сын и мы сыны но он спасает а мы спасаемся спасаемся мы соединяем с ним и снова разделяемся приводящего многих сынов славу через это соединяемся вождя спасение их через это разделяемся заметь что страдание совершенство и средство ко спасению что пострадавший за кого-нибудь не ему только приносит пользу но и сам делается славнее совершение под совершенством разумей здесь славу которую прославился и не ее понимай в отношении к человечеству или что по природе он имел славу только среди нас был бесславен так как не был узнан когда же после креста узнан был и прославлен то говорят что воспринял славу который имел по природе а не от нас получил святой кирилл совершенством называют бессмертие которого недоставало христу по человечеству его восполнил ему отец через воскресение когда он воскрес смерть уже более не господствует над ним и всю природу он он удостоил этого совершенства евреям 2 11 ибо и освящающий и освящаемые все от единого поэтому он не стыдится называть их братьями говоря толкование вот опять показывает что мы братья христу и настолько почтены ибо говорит освящающий то есть христос и освящаемые то есть мы все от единого то есть отца но он подлинно истинный сын и самого существа отца а мы твари обрати также внимание и на превосходство выражениях он освящает мы освящаемся отсюда и тождество и превосходство смотри здесь его превосходство и прямо говорит мы все твари а когда сегодня скажешь что женщина это последняя тварь то полу звучит как бы мне неодобрительно тварь творение ничего особенного нет а слово последнее меняет его как бы значение ибо выражение не стыдится он показывает что это не принадлежит природе но нежной любви того кто не стыдится хотя мы и от единого но между нами большое различие как между творцом и тварями евреям 2 12 возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя толкование приняв плоть он принял и от братство вместе с плотью пришло и братство но и тут опять превосходство возвещу говорит омраченным неведущим этому подобно я открыл имя твое человеком я на 17 6 и евреям 2 13 и еще я буду уповать на него еще вот я и дети которых дал мне бог толкование через это также показывает что он стал человеком и братом нашим ибо как каждый из людей так и он сам надеется на него то есть на отца вместе с тем показывает нам чтобы мы надеялись на одного бога так как и он сам будучи сыном и ни в чем не нуждаясь однако говорит что надеется на отца некоторые истолковали так так как говорят выше он назвал христа братом они же отцом то в середине показывает что это что это наименование домостроительства последних времен предвечное же имя его бог кто в собственном смысле надеется на другого как не на бога как бы так говорил слыша что он брат и отец не подумайте что он один из многих он бог говорит на него как свидетельствует писание нужно надеяться так что здесь нет речи от лица христа но от пророка говорящего я пророк буду надеяться на самого христа как бога но такое понимание несовершенно здесь называет христа нашим отцом дал это означает благоволение отца на то чтобы он воплотился если бы он не благоволил воплотиться сыну то у него не было бы и детей комментарий гнатия лапкина верующий человек должен быть пропитан словом божием это делает его недосягаемым для нечистых духов смелым и отважным и непобедимым и о чем бы мы ни говорили мы должны искать подтверждение своим мыслям соображением доводом в библии и говорит так как свидетельствует писание и когда нам что-то под доказывает не по библии а этим более всего занимаются православные батюшки привыкшие ораторствовать как правосоюзные деятели мы должны с улыбкой пропеть эти бессмертные слова пслом 118 стих 113 вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю евреям 2 14 а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял оное дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола толкованием и тогда устыдятся те которые говорят что он пришел призрачно и привидением и вот здесь имеющий державу смерти сразил где на кресте где в смерти своей ну и вот говорит сковал сатану на тысячу лет тысячу лет когда начинается считать непонятно но она связана сковал на тысячу лет со словом сковал не сковал лишился на кресте вот началось тысячелетнее царство это нельзя не видеть это это просто указывает где тысячелетние а теперь где она когда кончится время евангельская проповеди заканчивается за три с половиной года до пришествия христа время идти христа ибо апостол не сказал только что он приобщился плоти и крови как дети то есть остальные люди хотя если бы он и так сказал довольно было бы для утверждения что он воплотился истинно но и присовокупил также чтобы утвердить безразличие с нами и истинное воплощение приводит причину домостроительства чтобы говорить своей смертью который он воспринял как очевидно приобщившийся плоти и крови уничтожить дьявола который владеет смертью каким образом через грех так как он сделал что люди грешат впоследствии того первородного непослушания первого 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 послушания то он был виновником смерти и пользовался ею как каким-нибудь воином и сильным оружием против человеческой природы поэтому и христос воспользовался против него тем же самым оружием поистине дело великого могущества и мудрости умертвить врага тем оружием которым он умертвил многих некоторые поняли так владеющего говорят грехом то есть дьявола так как грех осоставляет власть и силу смерти какое оружие ян затауц говорит дьявол поразил человека трезубцем дьява древо и смерть дьява дьява древо познания добра и зла и смерти адама водами все умирает христос вырвал этот трезубец и ударил его дьява древо и смерть дева мария древо честного креста и смерть христа евреям 2.15 и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству толкование то есть чтобы освободить людей которые были рабами смерти боялись ее и были повинны ей то есть содержались в рабстве у нее так как она не была еще уничтожена или что древние люди жили постоянном страхе всегда ожидая что они умрут и при таком страхе они не могли чувствовать никакого удовольствия на это и намекает апостол сказав через всю жизнь итак были повинны рабству то есть всегда трепетались смерти как рабы жестокого господина не наслаждаясь ничем радостным отсюда пойми что кто боится смерти тот не свободен и раб всего и это утешение для страдающих верующих если ныне гонимые и заключаемые вузы приятнее и свободнее проводят жизнь нежели древние которые казалось роскошествовали когда смерть имела силу те потрясаемые страхом смерти были рабами а вы свободны от этого страха наше отношение к смерти совсем другое почему и говорится нужно научиться правильно болеть и правильно умирать смерти нет есть только переход евреям 2.16 ибо не ангелов восприемлет он но восприемлет семя авраамова толкование то есть не с ангельской природой соединился господь и не ее носил это показывает великую любовь божию к человеческому роду чего говорит не даровал ангелам тот дал людям чтобы от них воспринять плоть не сказал принял но восприемлет чтобы показать что он настиг нашу природу бежавшую и далеко удалившуюся и настигнув восприял ее и облегся соединив собой и остановив ее когда она бежала от него не сказал природу людей но семя авраамова отчасти желая возвысить их и показать что род их почтенен и что они имеют в этом преимущество над перед язычниками так как от них господь ибо павел всегда угождает им в чем ни для кого нет вреда отчасти напоминает им обетование ибо всю землю которую ты видишь тебе дам я и потомство твоему навеки бытие 3.15 13.15 евреям 2.17 посему он должен был во всем уподобиться братьям чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред богом для умилостивления за грехи народа полкования раз говорит он благоволил принять нашу природу то совершенно последовательно было ему во всем уподобиться нам то есть родиться воспитаться возрасти претерпеть все что следовало наконец умереть это и значит уподобиться во всем ни для чего ни бы другого говорит он принял нашу плоть как для того чтобы через нее помиловать нас и восстановить глубоко падших каким образом сделавшись нашими первосвященниками и нося эту плоть которую он воспринял от нас вместо другой какой-либо жертвы чтобы очистить нас от грехов и быть нашим посредником перед богом ибо мы были во вражде с ним верным вместо истинным который мог бы исполнить дело первосвященника ибо это долг истинного первосвященника освободить от грехов тех коих он есть первосвященник или что он приятен богу в своем посредничестве перед ним показал что значит верным пред богом то есть чтобы очистить грехи народа в этом великое доказательство его любви что он сделал все чтобы загладить грехи поэтому почему не сказал грехи вселенной но народа потому что господь прежде всего имел попечение об иудеях ради которых он и пришел преимущественно чтобы когда они спасутся через них спаслись и прочее хотя и вышло наоборот и ангел говорит киосифу ибо он спасет людей своих от греховых Матфея 1.21 таким образом показывает здесь благородство иудеев и какого попечения они были удостоены от господа евреям 2.18 ибо как сам он претерпел был искушен то может и искушаемым помочь толкование это казалось бы уничижение смиренно и недостойно бога когда павел говорит о плоти касается всего уничиженного однако не недостойного плоти и нет ничего удивительного когда и об отце не воплотившемся писание говорит многое человекоподобное и униженное за боги униженные это не надо понимать буквально рука гневался в ярость это совершенно к богу не относится надается нам как то понять вот об этом и говорится это нельзя в этом верить бог бесстрастен господь с небес призрел нас унов человеческих чтобы видеть псалом 13.2 и сойду и посмотрю бытие 18.21 и многое множество тому подобного богу не надо с неба сходить он не на тверде находится буквально ничего не понимается здесь вот об этом он и говорит феофилакт сойду посмотрю как будто бог не видит слепой бинокль ему надо дать это понимание это языческое о боге посему гораздо больше сказано относительно христа воплотившегося и пострадавшего во плоти особенно же для полного успокоения слушателей и по причине их немощи ибо и люди считают искушение вернейшим из всех средств смысл слов такой он знал не только как бог но и как человек искушенный во всем и самая плоть христа претерпела много страданий он знал что такое искушение посему может помочь иначе сказать готов быть всегда сострадательным все ну что здесь ого 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 ого